Для меня танец это, наверное, в первую очередь эмоции. Все, что я делаю, все, что я могу, это в первую очередь мои эмоции. Я их, грубо говоря, выплескиваю, все, что во мне накопилось, хорошее, плохое. Это очень помогает вообще и в жизни, и на паркете, это тоже очень важно на самом деле. Я тоже согласна с Сашей. Для меня танец это какие-то свои чувства, то, чтобы показать, рассказать какую-то историю. И, наверное, танец это в первую очередь жизнь. Рассказывают истории на паркете «Фока юность» в Нижнем Новгороде танцоры из семи регионов России. Это танцевальная феерия 2021. Всероссийские ежегодные соревнования по бальным танцам категории А. Спортсмены, в зависимости от того, какие места занимаются, набирают определенные очки, которые помогают им перейти в следующий класс. Классов много. Е, Д, С, Б, А, С. Международный класс. И каждый старается перейти быстрее в следующий класс. Но для этого нужно, естественно, много тренироваться, повышать свое мастерство. И на таких соревнованиях проверять его. Выступают танцоры в двух программах – европейской и латиноамериканской. В первую входят квикстеп, медленный вальс, танго и медленный фокстрот. Во вторую – самбо, ча-ча-ча, румба, пасадобль и джаев. Победители определяют по общему выступлению в программе. Традиционно Нижегородская область на первых ролях. И у каждой пары своя история в танце. И своя история попадания в этот вид спорта. Не представляю себя без танцев. Потому что это моя жизнь. Я ими живу. Я просто высыпаюсь с мыслями о танцах. И не могу без них. И я не могу больше чем-то другим заниматься, кроме танцев. Это твоя мнение? А меня привела в танцы бабушка. Мне поначалу не нравилось. А как пошли первые места, то сразу понравилось. Драйв, эмоции, бывали и поражения. Когда на меня много людей смотрят, я уже привык к этому. Когда перед мамой танцаешь, вот это я стесняюсь. А вот когда перед людьми, мне нормально. Я с детства обожала танцы. И меня мама отдала в очень раннем возрасте. И я их очень полюбила. И до сих пор танцую. Соревнования проводились в 46 категориях. В зависимости от возраста и класса спортсменов. Всего выступили 450 пар. В категории взрослые открытый класс. Победителями стала нижегородская пара Николай Алексеев и Полина Александровичева. Вместе они выступают третий год. А на двоих их опыт в танце лучше не озвучивать. Мы очень рады, что он спустя год наконец-то снова произошел. И, конечно, долгий перерыв был, поэтому очень рады, что все состоялось. Танец – это язык вне наций, вне стран. И в танце можно рассказать историю, которую порой может быть сложно перевести, передать человеческими языками. Танец – это язык тела, язык жизни. Артемий Катков, Ренат Бигбаев. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова